Побао, с вами Ли Кей и сегодня мы будем вспоминать самых сексуальных героинь видеоигр. Let's go! Мисс Гипертрофированные ноги и то ли девушка, а то ли виденье. Место номер 5! Офицер Интерпола и по совместительству грациозная китаяночка Чун Ли. Впервые предстала перед игроками в 91 году в игре Street Fighter 2. Она знаменита тем, что является первым женским персонажем в файтинг-играх. Отдельная гладкая история это ноги девушки. По сравнению с остальным ее телом, они чересчур перекачаны. Дизайнер, придумавший Мисс Ли, объяснил это тем, что таким образом он показал силу ее ног, ведь это главное ее оружие. А теперь посмотрите на аппетитненькую Пойсон. Посмотрели? Да-да, это бывший мужчина, который теперь женщина. И между ног у него по-прежнему может быть напоминание о старых добрых днях. Путаница с Полом Пойсон произошла вследствие того, что в оригинале битэмапа Final Fight Пойсон входила в состав банды Mad Gear. Однако американская аудитория негативно отреагировала на то, что приходится бить женщину, хоть и виртуальную. Тогда дизайнер Акира Ясуда указал на то, что Пойсон трансвестит. Ему никто не поверил и в результате нашу подругу заменили на обычных панков. Пойсон появлялась в различных файтингах от Capcom, и ее самое свежее участие произошло в Street Fighter Cross the Ken. Глядя на ее формы в этой игре, можно понять, что если уж она и не женщина, то точно не трансвестит, а именно транссексуал. Эх, жаль. А создателя Аками, Devil May Cry, второго Resident Evil и других классных игр Хидеки Камия. Место номер 4. Карты, деньги, два ствола. Нет, латекс, магия, четыре ствола. Вот мы и кратко охарактеризовали суть байонеты. Ведьма Байонета, главная героиня одноименной 3D-экшн-игры. Она просыпается после сна, в котором находилась 500 лет с полной потерей памяти. Сюжетное кальше засчитано, идем дальше. Байонета не из тех ведьм с бородавкой на носу, летающих на метле. Она ведьма, следящая за последними модными трендами. Стильная, изящная и, что самое главное для нашего сегодняшнего топа, сексуальная. Да и вообще, при нее в свете нашей темы, можно сказать главное. Ее можно раздевать во время проведения комбо. Так что остальное не имеет значения. Приятной игры. На третьем месте свои загорелые и не очень тела расположили героиню файтинга Текен. Место номер 3. Помимо того, что Текен классная игра от Намка Бандай Геймс, в ней еще и присутствуют вкусные конфетки для глаз. Которые, к тому же, наравне соревнуются с брутальными мужиками за звание короля железного кулака. Тут и сестры Уильямс, холодная и расчетливая Нина, плюс сексапильная дамочка легкого поведения Анна. Любовь этих сестер друг к другу настолько крепка, что они так и норовят сделать подлянку из части в часть. Тут и не обошли стороной любителей молоденьких няшных азиаточек. Линь Сяую с ее подругой Михару. Задира Аска Казама. Ну и для любителей чего-то совершенно необычного. Девочка-робот Алиса. А еще в Текене есть французская аристократка Лили. Которая использует в бою черт его пойми какой стиль. Если вы знаете, что это за чудо, то напишите об этом в комментариях. И конечно же мы не могли забыть горячую бразильянку Кристи, представляющая в игре стиль капуэйро наряду с Эдди. Когда я смотрю на нашу следующую троицу героинь, то я не могу понять, они бойцы или танцовщицы ночного клуба. Место номер два. Серию Mortal Kombat с честью представляют Китана, Мелина и Джейд. Китана является принцессой Эдении, биологической дочерью королевы Синдал и приемной дочерью злого призлого императора Шао Кана. И ей более 10 тысяч лет. В бою использует пару вееров и синий купальник. Мелина это злая сестра Китаны и по совместительству ассасин, работающий на Шао Кана. Красотка остается ею лишь до тех пор, пока она не снимает маску. А что тут такого, в принципе, ей нужно всего лишь сходить к хорошему стоматологу и все. Ну и замыкает троицу женщин в плавательных костюмах зеленая Джейд. Подруга Китаны в поединках ловко орудует шестом. При этом, если мы посмотрим на одну из ее победных стоек, то закрадется вопрос. Кем она работала до того, как бегать в купальнике по потусторонним мирам и надирать задницы плохишам? Уж не стриптизерши ли? Иногда надоедают все эти роковые женщины с длинными ногами и не влезающими в бюстгальтер базуками. Бывает, хочется семейного очага с борщом и уютом. Тут-то и приходит наше экстра место. Дай пять экстра. Спасибо, Марио, но наша принцесса в другом замке. О нет, снова? Вы серьезно? Говорил ты себя каждый раз, когда читал эту фразу со своего лампового телевизора, проходя Супер Марио. Возлюбленная итальянского водопроводчика была похищена Боузером и заточена в таинственном замке. Кстати, зовут ее принцесса Питч. В сиквеле Супер Марио Брос у нас появилась возможность выбрать принцессу в качестве одного из четырех персонажей. И после, во многих играх о Марио, мы могли играть за принцессу. Однако, собственная игра с Питч в качестве главной героини появилась только в 2006 году и называлась она Супер Принцесс Питч. У принцессы добрая натура, хорошие манеры, она бескорыстна и не проявляет агрессии даже по отношению к урагам. Ах, хочется взять и обнять. Говоря о нашей победительнице, не хочется раскрывать сразу все интриги. Посему давайте просто посмотрим, кто же, по мнению народа, самая сексуальная героиня видеоигр. Первое место! Итак, самая сексуальная героиня видеоигр, по мнению народа, это... Мисс Треугольная Грудь и Квадратная Голова Лара Крофт. Да-да, именно в 1996 году, в силу ограничения железа, модель Лары выглядела топорно. Однако, это не мешало быть ей влажной фантазией школьников. Лара считается значимым персонажем в индустрии видеоигр, наряду с тем же Марио или Соником. В книге рекордов Гиннесса Лара названа самым узнаваемым персонажем видеоигр и получила седьмое место в списке 50 лучших персонажей компьютерных игр. По мотивам игры, Том Прайдер сняты киноленты с Анжелиной Джоли в роли Лары. Она появлялась в различных музыкальных клипах, рекламных акциях разных компаний, а ее фигура стоит в музее Виктории и Альберта в Лондоне. В этом году вышел перезапуск серии Том Прайдер, повествующий о том, как юная и невинная Ларочка стала закаленным Бэр Грилзом. Какая вам Лара нравится больше всего? Та старая в шортиках или новая в штанишках? Ммм, пишите в комментах. Интрига первого места в том, что почти равное количество голосов с Ларой в нашем голосовании набрала Элизабет из Байершока. 20-летняя девушка, обладающая сверхспособностями и привлекательной внешностью. Такой типаж девушек, как Элизабет, я называю цветочек. Ее хочется поставить на постамент и нюхать. Любопытно, что прообраз Элизабет взят с нашей русской девушки, москвички Анны Молевой. Сотрудники Irrational Games обратились к Анне сразу после того, как увидели ее фотографии в образе этого персонажа. A great success! Такие пироги, Ребзя. Как много девушек красивых в играх и как мало времени нашего топа. Всех не уместить, к сожалению. По одному только Dead or Alive можно сделать топ, правда, Касуми? Мы помним Аду Вонг из Резика, Майшера, Нуи из Феттлфури, да и всех-всех-всех. На сегодня все, пора снять напряжение. С вами был Лик Кей, подписывайтесь на наш классный канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, там можно голосовать в топах. Заправляйте мяку в трусы и все! Ба-ба-бау! Ба-бау! Субтитры сделал DimaTorzok